Субтитры делал DimaTorzok Ну, наконец-то! Я извиняюсь, я хотел пораньше, но я сейчас зашел в офис и как раз могу с вами поговорить. Вернее, хотел задать пару вопросов. Сначала я скажу, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Все, слушаю, говорите, пожалуйста. Первое. Скоро будет Великий пост. 40-дневный. Я бы хотел спросить. Для людей, которые занимаются спортом усиленно, или, например, я тоже. Есть много мнений. Разные по этому поводу многое говорят. Где-то можно пойти к батюшке, который скажет, хорошо, ты можешь что угодно кушать, он тебя на это благословит. Как вы на это смотрите? А у нас есть правило каноническое. Апостольское правило 69-е. Которое конкретно регламентирует. Кому можно, считается, послабление. Слово послабление. Можно употреблять растительное масло и немного вина. Кому? И там говорится. Определенно. Болен желудком. Определенно. Зайло престарелый и зило млад. Ребенок бывает грудной. А священник определяет. Больше он ничего не может сказать. А может ли он разрешит рыбу во время поста, когда не разрешают? То есть сегодня среда. Вот сегодня растительного масла нет. И мы не едим. Но больная в больнице лежит. Мы вчера попроведали. Мы попросили. У ней прямо белое тело. Чтобы принесли кагору. И она выпила. А в ней остановилась кровь. Видите? Церковь это любящая мать. И поэтому то, что она запрещает, нужно принять. Что разрешает, это надо принять. Ты можешь не принимать масло, но это разрешено. Сегодня. Рыбу даже больному сегодня не разрешено. Про мясо, молоко, яйца даже говорить не надо. И поэтому священники, они превышают свои полномочия. Ну и естественно за это будут отвечать. Ага. Понял. Значит будем придерживаться. Конечно. Потому что как бы вы не работали там, вы не шахтер. Согласен. Понятно. Но и им на лесоповале работают, в снегу ничего, кроме разрешенного, не позволительно. И притом никто не болел. Вот у нас у отца, отец без руки с войны вот так пришел. Двенадцать детей. Ни одного больного не было. Двое, правда, умерли молодые. Больных не было. Все в армии служат. То есть тогда лучше воздержаться спорта, либо воздержаться по ста. Ну о спорте даже речи нет. Настоящий спорт, большой спорт называют, он вреден для здоровья. Люди надрывают себя, футболисты прямо на поле умирают. Просто заниматься. А почему деревенский житель не занимался? Потому что у него там сено подай, навоз вывези, корову выведи, напоить. Ему вот так спорта этого хватает. А в городе делать нечего. Открыть только один клапан внизу, как Лев Толстой говорит. И поэтому он туда гонит все. Блудилище. У него некуда энергию девать. Ага. Да. Большое спасибо. Следующий вопрос. Я здесь уже живу с 91-го года в Германии. Приехал сюда в 15-летнем возрасте. Ну и конечно могу еще более-менее что-то сравнить. Вы всегда хаяете коммунистическую систему, в которой мы прожили. До 91-го года все-таки мы жили в коммунизме. Но согласитесь, ведь в каждой системе есть тоже хорошие вещи. Если взять такие вещи, например, как семья, это основа любого общества. Ведь коммунисты этого поддерживали. Посмотрите, что творится сейчас, особенно у нас на Западе. То есть сегодня семья это как некий какой-то, как какая-то игра. Захотел, развелся. Захотел, женился. И это все, мне кажется, тоже переходит потихоньку с Запада к вам в Россию. Не кажется ли вам это тоже? Это от безбожества. На верующих не распространяется никак. Хотя бы со всех сторон нас окружали неидобрые примеры, на нас это не действует. И при том, вы сказали, советская власть семья. Давайте посмотрим с позиции вечности. Мы умрем. И определенно только ад или рай. А отсюда зачем такая семья, где все безбожники, все идут в ад? Верующим нельзя было быть. У нас верующая семья как нас преследовали, как смеялись. Чего только не было. А ведь были, что отбирали детей у баптистов. Ну, мы знаем, какие были истории. Поэтому надо смотреть намного глубже. Не просто семья им нужна была, а семья роботов, манкуртов. Выполняли их решения. И все. А жили невенщины. Зачем семья, когда живут невенщины в блуде? Мы, дети блуда, рождаемся. Вот. Если когда с той позиции смотреть, тогда по-другому смотреть. Говорят, мы, вот наша община, не воевать. Мы, если идем в армию, кто наши ребята идут служить, то на альтернативной основе. Без оружия, за больными ухаживать. Ну, так а если бы напал Гитлер? Давайте дальше смотреть. Война это наказание от Бога. И если бы мы жили правильно, Гитлер не защищался бы и не родился. Вот как надо рассуждать. И тогда и не надо воевать было бы. А раз мы грешим, поэтому Гитлер пошел. Гитлер наказал, а потом наказали его. У Бога все вымерено. Надо все мыслить критериями Святой Библии. Тогда у нас не будет ошибочных каких-то завихрений в мозгах. Вот ответ. Проблему искать в себе. В нас это проблема. Конечно, конечно. Вот многодетные семьи, где верующие? У нас тут ни одного аборта нет. За аборт, если женщина сделает, правило Василия Ильиника II, на 10 лет от церкви. 10 лет он будет стоять где-то там в коридоре. Это не игрушка. Поэтому это убийство. Самое натуральное убийство. Сейчас в Абхазии запретили делать аборты. А у мусульман 2 миллиарда. У них это смертная казнь. Один аборт и ей голову отрубят. И поэтому у них в среднем 8,1 ребенка. 8,1. А в итальянской и в немецкой 1,8. На 100 человек. Ну, процент. Процент. А, да. Да. Согласен. Мы здесь это в Европе чувствуем. Ну да. Да, да. Это явно. Это явно. А следующий вопрос. Я очень часто смотрю Алексея Осипова, Алексея Ильича. Очень хорошо он выступает. И как-то посмотрел тоже Владимира Познера, который высказался и говорит, если бы Россия приняла католицизм, то мы бы жили, то есть в России вы бы жили богаче, чем были бы европейцы. Я не хотел бы услышать, как вы на это смотрите. То есть если бы Россия отказалась от православия и приняла протестатизм или католицизм, то тогда жила бы как Европа Россия. Вот я бы хотел услышать ваше мнение. Хорошо. Слова он сказал. А у нас говорят, если бы Гитлер победил, мы бы пили баварское пиво. Ну и что? Они говорят, пускай они выкладку сделают. Комсомольская правда на развороте. Огромная статья. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня русских 650 миллионов в выкладке Дмитрия Ивановича Меделеева. Вот что, мы это точно знаем. А что был бы католицизм, жили лучше. А был бы протестантизм, еще лучше жили люди работающие. А если бы все были бы мормоны, еще лучше жили. Ну разве так судят? Мы не можем в изъявительном наклонении это высчитывать. Мы не знаем. Мы знаем, что Россия православная в 1913 году, если бы эти темпы дальше ей не прерывали искусство, в 1930 году была бы самым мощным государством в мире. Какая у нее рубль стала, какая прощность была. Сколько всего где было. Кормили из Сибири маслом Великобританию. Вот это определенно. Православие показало образец высокоразвитой культуры и производительности труда. А если бы, так никто не решает. У вас есть католицизм, посмотрите, что из него есть. Они всю веру исказили. Не крестят. Какой папа под себя только все это давит. Инквизиция. Мы это хорошо знаем. Я не говорю, что православных там хорошо. Но, однако, разница-то есть все-таки. Вы знаете, я то же самое говорю, когда здесь немцы возмущаются. Вот сейчас один миллион беженцев. Вы знаете всю эту историю, наверное. И так далее. Я тоже говорю, ведь идет война против богозданного. Особенно в Европе. И посмотрите, почему сюда один миллион-то понаехало. Потому что немцы не хотят рожать. Семья рушатся. Через 25 лет на 16 миллионов в Германии будет меньше жителей. А Германия индустриальная страна. Ей надо кого-то брать. Я говорю, проблема в вас самих. Вы посмотрите, как вы. Женщина здесь 40. Может быть, после, как вы говорите, 20-30 абортов, думает, может быть, мне рожать или нет. Это здесь так. Может быть, мне стоит заводить семью или нет. Карьера, деньги. Здесь это все на первом месте. Поэтому я согласен. То есть это, в первую очередь, я считаю, виноваты сами немцы. Если бы немцы... Да это же и русские, так и везде. Это безбожество. У меня жена учительница. И она в Новосибирске... Жили, когда преподавала. Там у нее была баптистская девочка из семьи. У нее 18-й ребенок. Дмитрий Иванович Менделеев был 17-м ребенком в семье. Понимаете? Люди жили естественной жизнью. Люди были... Ну, который больной ребенок, когда отходил, умирал, но живых-то сколько оставалось? Больше половины. Да. Так что... Вина в одном, что нет Бога. Вот когда Господь уходил с земли и говорит, Дух Святой, пошлю, и Он обличит мир о грехе. И люди говорят, а какой самый большой грех? Одни говорят, убийство. Третьи говорят, там, прелюбодеяние. Ну, и другое. Это измена Родине. Христос, говорит, Дух Святой придет, обличит мир о грехе, запитая, что не верует в Меня. Вот один грех. Не верит человек? Для него нет честного, ничего нет. Это лживый депутат. Это оборотень полиции. Это взяточник. Это крохобор. Это убийца. Это абортник, пьяница, наркоман. Все в этом. Почему? Нет понятия о Суде Божьем. Что за все отвечает. Что коротенькая жизнь, но надо для того, чтобы попасть, определить в себя. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Вот это все. Вот у нас в Доме Евангелия не было. Но была вера. Мать сказала, есть Бог, есть рай и ад. В комсомол пионера вступать нельзя. Там на том свете ты на каленых углях будешь, в гвоздях танцевать. Ну, как она могла, так объясняла. У нас ни одного не было. Ни октябренка, ни пионера, ни комсомольца. Мы боялись, как огня этого. Вот и все. Страх. Я много судился после освобождения. Ну, и добился результата там. Высудил. У меня что, конфисковали перед арестом? Вот. Ну, дальше... Еще конфисковали. Ну, я в 87-м тогда освободился. За Слово Божие сидел. Я создал самую крупную в мире, видимо, фонотеку. Книги в то время печатать негде, когда я начинал на пленку около 50 книг. И в том числе архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Ну, и меня и посадили. Я говорю о том, что если люди веруют в Бога, они не могут поступать так, как неверующие. Есть страны, где неверующий в свидетелей не берется, потому что он может солгать. Я пришел к выводу. Судьей может быть только верующий в суд Божий. Это может быть православный, баптист, католик, мусульманин. Лишь бы верил, что за это ему будет воздаяние. А если бы это не верит, а почему не взять взятку? Почему не подогнать? Конечно. Если бы он верит в свою карьеру, в свои деньги... Все? А верующий не может. Он не может. Почему? Написано, говорит, не лжесвидятельствуй. Судьи судите правильно. Иначе вам перед Богом не пройти мытарство. Вы будете на суде Божьем брошены в огонь вечный. И человек смиряется. Никак. Не могу. Убей. Не могу. И все. Вот говорят, НКВД выбивали, там, с показания на других, других арестовывали. Я сейчас только смотрел этот фильм документальный. Ну, правильно. Все так. А почему вы не говорите, что это были неверующие? А вас что, не били? У меня руки. Все, вывершено. Но из меня ни одного показания они не могли взять. Никак. Я верующий. Я переписывался. И все. Они ничего не могут сделать. Что интересно, я разговариваю с людьми, там, баптисты, православные, отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, Саша Огородникова, которые сидели. Я говорю, вам предлагали сотрудничать? Конечно. Обещали половину срока сбросить. А мне, я говорю, не предлагал никто. Никогда и нигде. Он еще только первый допрос начинает меня допрашивать. А я ему уже говорю, обратись к Богу. Покайся. Верь. Иначе ты в ад пойдешь. Он, я его допрашиваю. У меня следователь обратился. Начальник тюрьмы по-христиански умер. Я ночью молюсь в тюрьме. А утром, говорят, вы вчера молились? Семь человек на колени с вами стояли. Можно мы тоже будем молиться? Парнию семь лет грозит тюрьма. Он говорит, помолите за меня, татарин, татарщонок. Можно молиться вашему Богу? Не Аллаху, а Христу. Я говорю, давай молиться. Ему три года условно дали. Там такую молнию пустили, что я тюрьму открыл. Это Бог делает так. Замечательно. Следующий вопрос. Я вот все хотел вас спросить. Ко мне тоже приходит очень много людей. Я работаю в сфере недвижимости, финансов. И вот иногда приходят люди, говорят, вот у меня сын наркоман, вот как бы ему помочь? И вот ты не знаешь, думаешь, куда бы его привезти, хотя я сам православный. Как помочь таким людям? Я понимаю, можно помочь, если, например, нуждающий, нет денег на хлеб, на соль. Здесь как-то легче помогать. То есть можно вынуть портмонет, дать деньги, помочь. А как в таких случаях? Как помочь таким людям, которые зависимые? Да что значит слово зависимое? Не надо делать подмену слов. Он избрал ущадь, дорогу смерти. Господь говорит, я предложил тебе огонь и воду, жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери, избери добровольно, никакой помощи не надо. Но добавляет, зачем вам умирать? Это Библия, пророк Исаия говорит. Вы ему не поможете. Вы ему должны сказать, ты хочешь иметь жизнь вечную? На этой земле жить не 36 лет, а 76. Веруй в Бога. Это мы, храм Божий. Дух Божий говорит, приду, вселюсь и обитать буду. Ты разрушаешь храм. А кто разрушит храм, того покарает Господь. Ты не должен жить, ты умрешь. Вы ему правду скажите. Я начинал такому говорить, он стоит, курит. Видал я такое, а в руке бутылка. Ну вот я кончил говорить минут 15. Он этой бутылкой по столбу ударил, папиросы выбросил. Всего 15 минут. У меня, ну сколько раз было преступников, а у меня собаки восточноевропейской овчарке, немецкие. Я в уголовном уродске занимался. И с поезда грабят, снимал. Один. А там человек 10 грабят. И Бог наводил такой страх, что они ничего не могли. Я заставил вещи обратно погрузить. Там ковры, холодильники, там масло, все. На утро приходит милиция, линейный отдел. Вот мы знаем такое, кто был. Я говорю, кто был. Бог знает только, кто был. Ну вы же знаете. Знаю. Ну так а почему? Вы такое большое дело сделали. Мы бы сейчас отрубили и больше не было. Этого не будет. Они мне дали слово, что больше тут не будут. Так они потом встречаются. У них нормальная жизнь пошла. Некоторые. Я всех-то не знаю. Ой, отец, да как бы не вы. Да вы понимаете, что было. Они меня однажды, другие там захватили. Ну там с ножами. А этот увидел. Да кого вы задержали-то? Меня до дома провожают. Как доктор Гаас. Когда мы сеем доброе семя, взойдет то, что ты сеял. Ты открыто скажи людям о Христе. Тебе не избавиться от наркомании, потому что это узда, за которую тянет сатана. Тебе не вырваться. Ты скажи Иисусе Христе, помоги мне, я погибаю. Скажи силой своей, пронзенной рукой, дланью, извлеки меня из этого. Ну и дальше ему сказать, иди на работу. На работу крепкую физическую, не компьютерные игры. Копай землю, что угодно из себя, чтобы эти пары дури выбились. Ему не надо ни денег, ни чего помогать. Ну бывает. Вот подошел парень один, ну, привычно выглядит. Отец, я недавно освободился, вот хлеба купить не на что. Я говорю, ты не обманываешь? Да нет. Ну я ему дал, там тогда была тройка. Он взял, пошел, а я за ним следом иду. А он не видит. Он зашел в магазин и подходит к винному отделу и завинует. А я руку протянул, деньги взял, он обернулся. А я деньги в карман положил и пошел. Он стоит ни с чем. Ты обманул? Я бы тебе не дал. А после, как тебе? Да он голову опускает. Ну как ты себя поведешь? Ну другой ворует все время. Я гляжу, привез уголь. У меня через дорогу сарай. И он оборачивается и нагребет ведро-то, отнесет и опять. А он не видит, что я его вижу-то. А сам оборачивается. Ну хороший, фамилия Блинов его, я могу даже сказать. Я тогда встал через дорогу, подошел к ему. Я говорю, Вова, ты не оборачивайся. У меня угля много. Бери, только не опасайся. Ты не воровал. Я тебе дал, добровольно дал. Так он не знает, куда меня посадить теперь. Ты сделай для Бога, скажи это. А я, ну у меня я работаю. А раз я работаю на двух-трех работах, у меня всегда деньги есть. Я печник в свободное время. Это прибыльная работа. Ночью я переплетаю книги для организации. Днем сижу там, подширняю валенки на работе. У меня отовсюду прибыль идет. А у него ничего нет. Ребенок родился, угля нет. И он берет и дрожит. Зачем тебе дрожать? У тебя неправильно желудок работать будет. Бери, я тебе отдал. Так он, этот друг, но все время. Ну маленько-то посмотреть. Можно руки отрубить за врастоков в Тунисе. Но надо маленько посмотреть, почему. Жизнь это опыт. И поэтому мои года, мое богатство, как поется. Богатство это опыт. Где-то надо приструнить, а где-то сказать, сделать послабление. Наркоману послабление не может быть никакого. Это добровольное умопомешательство. Ему только работать. А я есть, не ешь. Иди на вокзал, таскай вещи, помогай. Заработаешь кусок хлеба. Ему нельзя ни копейки давать. Потому что, что ему положено на месяц, он прокутил. Отдал за это зелье. Не надо обманывать самостоятельно. А он наркозависимый. Он зависимый от сатаны, от греха. Его не спасти. Вот у меня приезжает, я начальник детского лагеря, организатор. Православный. 44 года я начальник. Понимаете? Ты на одну неделю возьми 5 ребятишек, ты с ними замучаешься. От 44, сотня бывает. В частном порядке. И вот приезжает и следует там профессора. Как можно в течение одного месяца наркоманом. Ну прям наркоман, готовый ребенок-то. И вдруг все абсолютно брошено. Мы начинаем с молитвы. Утренняя гимнастика, пробежка. Днем раз 6 купаемся. В воскресенье на лошадях катаются на лодке. Я их вожу в лес. Собирают ягоды, знают травы. Они все у меня знают, ребятишки, в течение одного месяца. А тебе это надо? Ну как не надо? Бог дал мне жизнь, я ее должен употребить на дело. Совершенно верно. Я работаю в тюрьме 17 лет. Бесплатно. По камерам иду. Они меня слушают. Они знают, я каторжник. Они просто священника так не будут слушать. И я им говорю, где выход. Узнаю, что нужно. Я иду ходатайствую перед властями. Они освобождаются, меня стараются найти и чем-то отблагодарить. Ну ты сей доброе семя-то всегда. А ты такое-то, ты такое-то. А ты долбить друг друга-то легче. Конечно. А ты просто открой сердце. Ты увидишь, сколько дорог к добру ведет. Как это можно не видеть это? По отношению к наркоманам одна позиция. Работай и молись. Молись и работай. А я не буду. Не буду, значит как баланс Бог тебя спихнет. Ты не должен жить. Сегодня я тебя накормлю. Кусок хлеба дам. Завтра зарабатывай свой. Накормить я тебя накормлю, но не больше. Ни копейки не дам. А будешь есть, как и я. Картошка и хлеб. Дорога в никуда. Спасибо большое. Тема сектанства. Не знаю, насколько она у вас развита, но здесь, вы знаете, я все чаще ставлю закономерностью, чего-то можно у них научиться. Ведь вы посмотрите, как они народ влекут, как они обрабатывают. В чем проблема? Почему православие тут проигрывает? Мое мнение. Ведь я тут сталкиваюсь, думаю, этого быть не может. Смотришь, и говы, это, общины растут. Почему это так? Я не знаю, у вас, наверное, то же самое в России. То же самое. Ага. Почему? Потому что не любят ни Бога, ни Святую Библию. И виновны в этом священники и монахи. Они поставили самое главное, чтобы подчинялись им. Батюшка благослови, батюшка благослови. И больше нет, Библия не нужна. А вот авторитет. Чтобы епископ, это главный князь, князья. Бог не устанавливал князей. Он говорит, вы слуги друг другу. Служите друг другу. Сектанты, они работают напрямую. Прямо берет Евангелие и смотрит. А у православных только через батюшку, через кого-то. Даже Библию считать. Батюшка благослови, считать Библию. То есть через посредника. Ну да. Посредник нужен. Ну и до какой же степени. Мы молимся святым. Иоанн Креститель, моли Бога о нас. Мы православные. Но дальше этого не идет. Я просто знаю, что они живые. Особенно баптисты. Это очень хорошие люди. Мы близко знакомы с ними. Но они не церковь. С позиции вечности. У них нет священства. Вот они на православных говорят. И говорят правильно. Но тогда не надо нашего епископа. Иди к католикам. Католики церковь настоящая. Попросите, чтобы вам католики, там 2-3 епископа, вам рукоположили из вашей же среды, пресвятеров. А ваши там рукоположат, а остальных будет церковь. Но Бог не допускает это. Ну, мы нехорошие. Ну, Григорияна Армянская апостольская церковь. Копты и сирийцы. Ну, кому-то пойдите. Вот 5. 5 от апостольских времен сохранили рукоположение. Вот тогда будет церковь. Потому что там не имеют корни. Да, если вот сейчас выстроить, допустим, 100 баптистов и 100 православных, не выбирая. Просто выходит там молитвенный дом, храм. Сравнивать в нравственном положении даже не приходится. У баптистов не ругается матерь. У православных сплошняком. Не курят. В большинстве не пьют. Ну, живут нормальной жизнью. Разводов почти нету. У православных-то на самотек. Батюшка, он только свидетель. Регистратор грехов людей. Ему исповедуется. А когда начинаешь с православными работать, вот мы работаем в общине, у нас ничего нету. Даже баптисты на нас смотрят, и они... Мы ничего этого не можем сделать. У нас жертвенный народ. Вот библейское общество, библии издают. И здесь приезжает председатель. Он ездит по всей Сибири. Он только два раза к нам приехал. У нас горстка маленькая-то. И он говорит, по жертвенности на издание библии бесплатно раздавать. Мы вышли на первое место. Шестизначные цифры собирали. У нас народ очень хороший. Конечно. Православие – это жертвенность. Православие – это красота, целомудрие. Это толкование святых отцов. Каноны. Это история церкви от первого века. Баптисты – 1639 год, первая община. Никак лютеране не могли быть раньше лютера. 1517 год. Но церковь-то не в 1517-м, а была в Сеомской горнице, при апостолах. Понятно, что это не от Христа идет. Дерево без корней. Да. Рано или поздно оно засохнет. Именно так. Да. Да. Но, к сожалению, я смотрю, все меньше и меньше людей на это смотрят. Все больше и больше ходят в секты. Хотя они считают… Ну, я не знаю, у меня есть очень пару хороших друзей. И вот они тоже говорят, ну, поклонение иконам. И вот, вы знаете, действительно, как я уже слышал вас, у них это как будто это заучено. Вот у них единственный аргумент, который они достают с кармана – вы поклоняетесь иконе, вы поклоняетесь иконе, вы поклоняете… Я говорю, да никто иконе не поклоняется. То есть, мы, может быть, почитаем, но иконе… Я бы хотел ваше мнение, ваш аргумент или аргументы по этому поводу услышать. Они говорят, не иконы, а идолы. Идолы. Вы, говорит, идолам поклоняетесь. Ну, в первую очередь, я говорю, а на каком основании? Ну, как, книга Исход, 20 глава, там, 3 стих. Правильно, там написано – не сделай. А вы верите, что вся Библия Бога духовенна? Я рассказываю на два голоса, как бы с баптистами. Разговоришь. Конечно, верим. «Все в Библии написано Духа Святого». Да. Ну, а 20 главу просчитали – не сделай это… Нельзя делать? Нет, нельзя. А что нельзя? Не сделай того, что на небе вверху, что на земле внизу, что ниже в воде находится. Ну, да. Ну, правильно. Давайте сейчас разберем конкретно. Двоеточие. Не делай изображение того, что на небе вверху. Что на небе вверху? Вот баптисты ставят. Группа, большая община. Ну, первому – облака, солнце, луна, звезды. Еще что? Дальше ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Ага, ага, все. А еще больше ничего нету. Значит, не сделай, да, не сделай? Я говорю, 25 главу считаем. А 25 главе написано – сделай двух херувимов. Ну, что Бог забыл, что в 20 главе написано-то? И сектантство – это узло взгляда, как через танковую щель. Он вот так вот смотрит. Ну, сделай и не сделай. Можно совместить? А как совместить? Ну, сделай – это взаимно исключающее понятие. Нет. Там не дело идолов, а это икона. Иконы – сделать. Повеление прямое. А откуда вы это знаете? Ну, вот я просчитал. Сделай. Дальше. Вот с сектантами разговариваешь. Я говорю, а скажите, Христос приходил в храм. А кто храм построил? Соломон. Вы уверены? Задумались. Ну, как же Соломон? Когда 4 книга, 25 глава говорит, что Соломонов храм на выходоносор разрушил, изломал и вывез все. Правильно. А куда же Христос приходил? Вот и вопрос. Этот храм назывался Зарававелев. Пророка Айгея надо считать. Из Икииля, 41 глава, 17 стих. «Сделай изображение херувимов от пола до потолка, внутри и снаружи». А слово «изображение» по-гречески «экон». «Экон». «Сделай иконы». Почему у вас нету? А Христос не пришел, не сказал. Когда пришел, он не сказал, что это капище. Он говорит «дом мой». И выгнал продающих. Вот это лишнее. Надо выгнать. Лишнее. Это «дом мой». Дома молитва наречется. А вы его сделали домом торговли, вертепом разбойников. Вот надо до конца договорить, почему у вас иконы. Теперь они уже пятиться начинают. Они говорят «ну не поклоняться». Поклоняться нет, я и не говорю. Иконам поклоняться повеления нет. Но написано, где были два херувима, распростертые крылья были над ковчегом. То перед ковчегом простирался Моисей. Спрашивается, кому он кланялся? К ковчегу? Или от ангела ушли куда-то? Нет, они золотые, они стояли. Ну, что дальше-то говорить? Давид говорит «войду, зайду, поклонюсь святому храму твоему». Храму. Храму деревянному. Это, каменному. Да как-как? Ну, как, считай псалтырь, я же не выдумываю. Как-как? Ты не со мной спорь. А почему? У баптистов узы. Вот Исайя 57, 15, если считать, там написано «я живу», Господь говорит, «на высоте небес», запятая, «в освятилище», запятая, «из сокрушенными сердцем». Баптисты считают так, «на высоте небес и сокрушенными сердцем». Освятилище – это храм, они выбрасывают. А кто же вам разрешил выбрасывать? У Бога три места обитания, у баптистов только два. Понимаете, надо Писание знать. И когда с ними так беседуешь, они видят заблуждение сектантское, приходит православие. Православие – это совокупность всей мудрости, которую Бог давал в 20 столетиях. А они сироты, у них толкование, вот сколько людей, столько голов. Ты как Ваня, ты как Маня. А у нас так сказал блаженный Фефилакт. Так говорит Амбросий Медиаланский, Василий Великий, Григорий Богасов. У них никого нет. И поэтому я бы был баптистом. Потому что открыто проповедь на русском языке. Но это не церковь. А Господь Христос придет за церковью, за невестой. И я в числе вне церкви быть не хочу. Они тоже говорят, мы церковь. Откуда вы взялись церковь? Ну, происхождение ваше, скажите. Раньше 1639-го ни одного еще не было. Джон Смит организовал. Сам себя крестил. Да. Ну, договаривайтесь правильно дальше-то. Ну, вы были такие. Ну, если были такие. Скажите, 1400 лет исполнилось от Христа. Где вы были? Баптисты. Назовите. Нету. Католики были. Православные были. Гриориально армяне были. Ну, не надо обманывать самого себя. И поэтому рукоположение – это благодать. У них нет этой благодати. И на вечер у них хлеб остается хлебом. Вино – вином. Нет тела и крови. Они не причащаются. Они только вспоминают. Вот как. Спасибо большое. Напоследок еще один вопрос. Тема. Как бы у меня у самого две дочери. Как лучше донести, привлечь их, если дети маленькие, к Богу, чтобы они быстрее начали понимать, какие разговоры лучше вести. Тем более в таком обществе, как здесь, где сегодня дети воспитываются только на деньгах, только на каких-то других личностях. Вот я бы хотел охотно услышать ответ. Или более-менее от вас. Так вот, вы для них, отец, мать с вами? Нет. Это трудно. Да. Трудно. Потому что мать – это главный воспитатель, не отец. Отец – это для строгости держать дисциплину. А на учение все – мать с ними дома. Говорят, насколько достоверно. В Англии провели опыты. К подолу там микрофончик сделали. Ребенок задает до 400 вопросов в день. А кто ответит? Папки нету. Ну, эти как. Поэтому не полный. Поэтому я и спрашиваю, так как вижу, что ты вроде бы ставишь их немножко на путь. Через неделю встречаешься, смотришь, они уже с этого пути сбиты. И когда... Вы должны быть с ними. Должны. Никуда, чтобы они без разрешения не выходили. То есть, я просто скажу, образец мусульманские семьи. По одной не выходят. Они в шестером выскакивают, через дорогу перескочили там к кому-то. Все, больше их не видать нигде. Потому что если она будет... Если она не девственница, ее убьют, зарежут. Да. А тут... Сегодня не найдешь, чтобы она в Германии показывать. Специально в школах полностью раздеты. Учителя ни одной нитки нету. Ни учащихся, никого нету. Полностью раздеты. Десятый класс. Еще мне думают. Здесь показывают. В интернете. Полностью раздеты. Ни одной нитки на них нету. И они в спортзале. Канатом перетягивают. Учитель бегает. Все ногишом. Все до одного. Но еще дальше увидели. Ничего и нету. Наоборот. Когда она одета. Одета. Она привлекательно. Тайно создается. А тут ничего нету. Ничего нет. И все понятно. Обыкновенное. Просто все. По-скотски открыто. Ты посчитай. Викторию Гюго. Отверженных. Она посадилась. Когда в кабриолет. Это карета. И когда посадилась. Ногу подняла. Ну щиколотка где у ней? У ней подол. До щиколотки оголился. Платье подняла. Но она обернулась. И увидела. Офицер стоит. Вдалеке. Она его не знает. Она села. Уехала. Она покраснела. И до самой жизни. Она вспоминала и вздрагивала. Вот стоят мусульманские девушки. Город Багдад. И здесь же русские были. Издалека они навели фотоаппарат. Решили сфотографировать. Они одеты как в мешках сидят. Вот такие щели только. А одна из них сразу отошла. Отошла. Сразу подошла. И им говорит. Сотрите. Этого делать нельзя. Если фотография попадет нашему ректору. Нас уволят. Как развращенных. Так я. Я прошу. Сотрите. Я учусь на третьем курсе. Меня сразу уволят. Понимаете. Издалека фотографии. Видно только. И то же это нельзя. Вот. Мы другие люди. С чем мы равняемся? У них ни одного пьяного нет. Ни одного. Я беру Саудовскую Аравию. Шайтанья. Кровь. Смерть. И все. Ни одного аборта. Да нам. Во веки веков не быть такими как они. И поэтому эту землю Бог отдаст другим. Немцев не будет. Русских не будет. Там ИГИЛ сейчас. Францию рвет. У вас это. Ангела Меркель там еще. Пытается через кого-то действовать. А сметут. И она говорит. Ангела Меркель. Там не миллион у вас. Вы что говорите миллион? У вас в Германии не миллион оттуда? У вас сейчас я не знаю чуть ли не 47 процентов уже оттуда данные. Я считал это. И она говорит. Мы думали они будут приезжать, ассимилируются. Наши надежды не оправдались. Какие они были, такие остались. Почему? Намаз. Пятикратная молитва в день. Вот что их держит. Ну и шейхи. Ну и муллы. Они проповедуют. Они работают. Хотя у них нет спасителя Христа. Ну а остальное, как они одеваются. Посмотри. Мы видели в Германии, во Франции. Когда они идут. Как они одеты. Сравнивать-то не с чем. У нас идет она в одних трусах по улице. Да. Вам, да еще у меня у вас две дочери. У меня один такой знакомый в Финляндии. Тоже я один. Ну, вам просто надо ближе быть к ним. Считать священное писание. Быть строгим. Вот я смотрю, что вы православные обреетесь. Почему обреетесь? Ну? На работе надо таким быть. Не надо, не надо таким быть. Это неправда. Говорят на работе. Тебя будут за бородой держать. У нас главный, который по реактивным двигателям был. Курчатов. Вот какая борода у него была. В советское время. А Иван Петрович Павлов. Посмотрите, какие были люди. Даже посмотришь. Адмирал Макаров. Борода во всю грудь. Да вам ли немцам говорить об этом-то? У Фридриха Энгельса, посмотри, какая борода. А у Карла Марса? Никто не считал, что... В то время это относилось к ночь. Нет, это не время. Мы в Германии были. Я знаю. Мы все с бородами. Вот, которые нас съехали, все с бородами. Но мы что-то маленько там, что-то где-то нарушили. Что я даже не понял. Я не шофер-то. Мгновенно нас полиция остановила. А мы посмотрели потом. А они нас буквально задержали на краю. Мы могли свалиться там. Крутой обрыв был. А за рулем сидел юноша, у которого не все ладно со зрением в ночное время. Это он даже не сказал. И они нас в свой полицейский участок привезли. И давай нас потрошить там. И так даже где стекло выдвигается, и туда фонариком так светили, смотрели. Но еще нету. Мы говорим, мы тут недалеко, зона Берг. А там совсем недалеко. Нам надо туда ехать. Ну, телефон дали, он позвонил. Она им говорит, да это мои гости едут, заблудились-то. Так они с нами сфотографировались. А девушка одна стояла, еще смеялась. Такие крепкие немцы стоят. И мы все с бородами. С бородами. Ну и они машину впереди нас послали, чтобы нас вывели на дорогу и уехали. Я когда приехал сюда, а я когда-то немецкий язык изучал. Я у немцев проповеди говорил на немецком языке. Я самостоятельно за 6 месяцев выучил его. Это Бог дал. Потом английский там за 6 месяцев. Это Бог дал так. Ну, это ни к делу не относится. И вот здесь, когда приехали сюда, а я уже все забыл 50 лет назад, девушка одна занимается. Я написал текст, она написала, какие ваши ребята хорошие. Как они к нам отнеслись. Я это письмо на немецком языке узнал, где они там, в какой части. И отправил с фотографией, где мы стоим. Отблагодарил это командование. Какие у вас полицейские хорошие. А они наркотики искали, оказывается. Ага. Это наркополиция была. И вдруг такие-то ваххабиты приехали с бородами. Вот так. Ну, здесь все-таки обращение полицейских к гражданам, наверное, отличается. Очень, очень. Да, да. Нам нигде они не приставали. Вот задержали один раз, и то я благодарность послал на бланке с печатью, на немецком языке и на русском копию. И фотографии. Я думаю, что тем ребятам было приятно услышать это. Конечно, конечно, конечно. Игнарий Тихонович, большое вам спасибо. Пора мне работать. Так, вас как звать величать-то? Величать меня Евгений. Так, Евгений. А фамилия как? Трубилов. Трубилов, да? Да. А у вас тут не написано в этом-то? Должно стать, по-немецки должно стать. Недели через полторы, две будет ролик, вы смотрите. Без проблем. Под ним я могу вам выслать, сейчас написать наши ресурсы, сайт, форум, там все данные. Ну, благодарю вас. Вы только знаете, что звонить можно. Запишите как? С трех до семнадцати ноль-ноль. По Москве. С трех до семнадцати. Все понял. Вот так. А мы вчера только-только улеглись, и в это время звонок. А мы всегда встаем в 4.40, а я в 3 часа еще ночью. Только прилегли. Сколько же вы спите в день? Ну, раньше я себя довел 2,5 часа в сутки. Ой-ой-ой. Это Господь дает силы, вы не удивляйтесь. Это Бог дает силы. Сейчас, конечно, мне надо больше, я чувствую, мотор задыхается. Ну, мне 77-й год. Да я что, прошел? 77. 77-й вот будет. И ни одной таблетки не съел я. Меня же в морозилке держали 13 дней. У меня бронхи, все полетело, как тряпки. Надо главное... Я знаю, как не болеть. Вот запомните, 5 не. Никогда не сердись. Не сердись. Не завидуй. Не злословь. Не ревнуй. Не ленись. И тебе вот все хорошо. Спасибо, да. И 5 Б. 5 Б, без которых не спастись. 5 Б. Бог. Библия. Благословение. Благовестие. Будущность. Спасибо большое. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Здоровья вам. Храни вас Господь. Вас так же. Спасибо. 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 Спасибо.